Может ли кино с амазонками, немцами, богами и людишками, которые встречаются в одном мире, понравится? Вот сегодня я вам и расскажу. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел очередной DC-шный фильм, который помимо зрителей, теперь наконец нахваливают и критики. И не все так хорошо, как все напевают, а то я уже читал возгласы, что это лучший фильм DC. Фильм очень своеобразный и узкоориентированный. Если пойти на него как на типичный комик-скинчик, то можно и разочароваться. В общем, сейчас все разберем. Но сначала зацените, какую футболку мне подогнали. Все майки.ру Все майки.ру – крупнейший в России онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый может найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. 10 лет работы и сотни тысяч довольных клиентов. Будь ярким, выражай себя в принтах, дари подарки близким. Заходи на сайт или скачивай мобильное приложение. Для подписчиков канала скидка 10% по промокоду. «Чудо-женщина» – это супергеройский драма-боевик и четвертый фильм расширенной киновселенной DC. Режиссером выступила американка Петти Дженкинс. Широкой популярностью в массах она не пользуется, но в списке ее режиссерских работ есть довольно известный фильм «Монстр», который принес золотую статуэтку актрисе Шарлиз Терон. Основные съемки «Чудо-женщины» стартовали в конце 2015 года, то есть еще до того, как персонажа засветили в фильме «Бэтмен против Супермена». Бюджет сольника оказался существенно меньше, чем у предыдущих фильмов франшизы. Производство «Чудо-женщины» обошлось в 120 миллионов долларов, тогда как бюджет конченого отряда составил 175 миллионов, а «Бэтмена против Супермена» и вовсе 250. Действие фильма переносит зрителя в начало 20 века. Принцесса Амазонок по имени Диана живет в полной изоляции и неведении на острове Темискира, но однажды в его водах терпит крушение самолет, пилот которого приносит весть о масштабной войне. Если рассматривать сюжет чисто в идейном плане, то для супергеройского кино здесь все вполне традиционно. Я ожидал увидеть очередную историю о спасении мира, и я ее увидел. «Чудо-женщина» слышит ужасающие истории о Первой мировой, и под обратие душевное решает вписаться за все человечество перед угрозой тотального уничтожения. В процессе она узнает много нового и о человечестве, и о себе самой, а также познает радость любви и горечь потерь. Никаких откровений от сюжетной линии ждать не приходится, но и разочарован я не был, потому что прекрасно понимаю специфику жанра. Мораль тоже совершенно банальная и избитая, но ее наличие все же порадовало. Она в очередной раз напоминает о том, что в каждом человеке есть тьма, которая слишком часто побеждает. Но каждый из нас может выбрать свет и начать сеять разумное, доброе и вечное. Не замысловато, конечно, но хорошо поставленная развязка фильма меня даже слегка тронуло. Особенно этот контузионный флешбек, он был потрясающе трогательным и душевным. За него я многое простил фильму. Но если с пресловутой идейной составляющей сюжета все было более-менее, то его сценарная реализация меня местами просто убивала. Блин, рейтинги в районе 97% от профессиональных критиков. Вы что, серьезно? И ведь это те же самые люди, которые в прошлом году с таким упоением мочили Бэтмена против Супермена. Видите ли, сценарий там был дно. Ну а здесь прям конфетка, я вам скажу. В фильме просто океан глупостей, аллогизмов и допущений, которые временами на голову не налезают. Начну с того, что общая концепция слегка взрывает мозг с сочетанием греческих богов, амазонок и антуража Первой мировой войны. Мои любимые знатоки могут в очередной раз сказать, что так было в комиксах. На что я в очередной раз отвечу. Я оцениваю фильм как самостоятельное произведение. Тем более, что это кино рассчитано на массового зрителя, который не обязан изучать все первоисточники за 70 лет существования персонажа, чтобы посмотреть двухчасовой фильм. Лично я считаю, что отчасти один из корней проблемы не в самой концепции, а в подходе к развитию франшизы. Для сравнения можно взять киновселенную Марвел. Вот вроде бы там все то же самое. В одной вселенной уживаются боги, маги, инопланетные расы, фантастические технологии. И все это перемешано с реальной историей человечества. Но в рамках общей кинофраншизы все это развивалось более продуманно и вливалось друг в друга более плавно. Здесь же уже к четвертому фильму мы имеем сумбурную кашу, а я еще до сих пор от чародейки из отряда не отошел. Основной же проблемой фильма для меня стали те самые аллогизмы и допущения, которые рушили то самое ощущение магии кино и делали его искусственным. И я сейчас говорю вовсе не о жанровых условностях. Буквально каждая сцена, каждое важное для сюжета событие связано с необъяснимым везением персонажей. Они всегда оказываются там где нужно, то что они ищут всегда оказывается прямо под носом. И все это происходит как по мановению волшебной палочки. Немцы в полном составе покидают вооруженный корабль и бездумно бросаются в рукопашный бой, где их предсказуемо рубят в капусту. Герои отправляются на парусной лодке с острова, который находится хер пойми где. Засыпают, а на следующее утро в следующем же кадре уже оказываются в порту Лондона. Прям какой-то фаст-тревел, как в Скайриме или Флауте. Лег поспать на корабле и на следующий день оказался в другой части света. Герои легко и быстро попадают в парламент на собрание высших представителей власти. Без проблем садятся в самолет и попадают на фронт. Пулеметчики лупят по Диане перекрестным огнем, но попадают только в щит. В такие моменты я себя ловил на мысли, что смотрю очередной фильм про Капитана Америку. С географией в фильме все вообще очень туго. Герой Криса Пайна долетел до острова с материка на каком-то допотопном кукурузнике и без проблем преодолел защитный барьер. Но за предыдущие тысячи лет это место почему-то никто не нашел. Вот долбанные викинги тысячу лет назад умудрились до Америки доплыть, а островок, до которого судя по логике фильма рукой подать, оставался тайной. Принцесса Диана говорит чуть ли не на всех языках мира и знает, что такое репродуктивная биология. Но при этом понятия не имеет, что такое секретарь и бракосочетание. На протяжении всего фильма она преподносится в очень возвышенном свете, но подобные косяки, слишком вычурная наивность и специфичный юмор нередко выставляют ее глупенькой дурочкой. Ну а про второстепенных персонажей вообще говорить не приходится, их тут просто нет. Вместо них есть ходячая мебель, на которую навешаны лютые национальные стереотипы. Так, у нас есть здоровенный индеец, дадим ему куртку с бахромой, длинные волосы, винчестер и говор, как у магистра Йоды. Пусть говорит о духах и жалуется на бледнолицых. Еще у нас есть шотландец, пусть будет рыжим и вечно пьяным. И не забудьте напялить на него клетчатый килт, пусть даже на фронте в нем бегает, будет снайпером. Да, пьяный шотландский снайпер в юбке, который не может стрелять в людей из-за нравственных страданий, что непонятно. Так, не хватает ближневосточного типажа, возьмем вот этого. Наденьте на него феску или тюрбан и сделайте мошенником. Сойдет за турка или араба и пусть все они выглядят как бомжи и самым случайным образом бухают в одном баре. Вот и все, команда мечты готова. А теперь представьте, вся эта шелупень бегает с амазонкой в доспехах, гасит солдат кайзера. А где-то на заднем фоне им еще и Зевс с Олимпа ручкой машет. Серьезно, ребят, это просто какой-то цирк с конями в прямом смысле. Зато четверо сценаристов было в фильме. Что-то регулярное увеличение их количества никак не хочет перерастать в качество. Заканчивая краткий разбор сценария, слегка проедусь по теме феминизма, которую подняли в связи с этим фильмом. Мое мнение такое, в Чудо-женщине идеи феминизма присутствуют. Но подаются они крайне дозировано, а их смысл не исковеркан современными заблуждениями насчет этого термина. Да, Диана и остальные амазонки показаны возвышенными и независимыми женщинами, но все предельно адекватно и местами даже с иронией. А тему эту раздули отдельные упоровшиеся личности, которые не понимают, что феминизм это движение за равноправие женщин и мужчин, а не за превосходство одних над другими. Ну и что мы имеем в итоге? В Техасе сделали отдельные сеансы для женщин и запретили приходить на них мужикам, что уже как бы сексизмом попахивает. И бритые подмышки Гальгадот, которые все обсуждают, тоже к теме не имеют отношения. Слава богу, качество визуального ряда оказалось гораздо выше качества сценария. Для фильма было построено немало масштабных декораций, которые сочетались с натурными съемками острова Амазонок и прифронтовых территорий Первой мировой войны. Вроде все достаточно качественно, но знаете, общее ощущение искусственности все равно не покидало, особенно в сценах на фронте. А вот к экшену придираться мне совсем не хотелось, разве что его было немного. Весь движняк в фильме поставлен достаточно увлекательно. Вообще я не люблю, когда режиссеры злоупотребляют слоу-моу, но в Чудо-женщине баланс просто отличный. Драки с акробатическими тюдами Дианы и других Амазонок действительно впечатляют. А замедленная съемка очень удачно подчеркивает самые смачные и зрелищные моменты. Ну и как тут не сказать про бомбический трек от Ханса Циммера и Джанки Эксель, который врубается в нужные моменты и добавляет драйва и без того неплохой боевки. Знаете, такая музыка это самое настоящее читерство. С ее помощью можно вообще любой видеоряд сделать в разы круче. Раз уж я заговорил о крутости, то пора перейти к самому главному и единственному неоспоримому плюсу этого фильма. К плюсу по имени Галь Гадот. Не знаю как будет у вас, а у меня почти все положительные впечатления от Чудо-женщины были связаны исключительно с обладательницей титула Мисс Израиль 2004. Это тот самый редкий случай, когда один человек реально тащит на себе весь фильм. Красивая, сильная, статная, длинноногая женщина. Прям реально чудо. Что называется кровь с молоком, оторваться от нее невозможно. У Галь очень своеобразная, но притягательная внешность, не похожая на стандартные голливудские типажи. Она очень неплохо играет, а главное Галь Гадот на все 100% попала в образ Чудо-женщины. Я почти уверен, будь вместо нее другая актриса, фильм лишился бы всего шарма и обаяния. А ведь на эту роль в разное время рассматривали Еву Грин, Анжелину Джоли, Кристиан Стюарт и еще кучу претенденток. Так или иначе выбрали Галь Гадот, и на ее фоне другие актеры фильма просто меркнут. А если учесть, что единственным, хоть как-то прописанным персонажем стала сама Диана, то про остальных сказать почти нечего. Крис Пайн в целом неплох, но кое-где бывало и переигрывал. А Дэвид Тьюлис самым чудовищным образом не попал в свой образ. Я не буду говорить, что за роль ему досталось, чтобы не спойлерить. Скажу лишь, что она, ну вообще никак ему не подходит, из-за чего актеры и его персонаж вышли крайне комичными. Ну а всякие Юэны Брэмнеры и храбрые камни стали заложниками конченых стереотипов и дерьмовой проработки, которая досталась их героям. В общем, фильм в целом неплохой, но достаточно слабый. Это искусственная, временами скучноватая, нелепая сказочка с миллионом режущих глаз допущений, которую невероятным образом тянет божественная Гальгадот и старая как мир мораль. Короче, Чудо-женщина-то чудо, а вот фильм нет. Мне он зашел нейтрально, без негатива. Но, честно говоря, если бы не надо было делать для вас обзор, ушел бы уже на середине. Картина, конечно, лучше Отряда самоубийц. Да, по-моему, все лучше Отряда. Но она точно не лучший фильм DC. Алло, ребят, про темного рыцаря все что, забыли? Да даже ладно с этим рыцарем. Чудо-женщина это уровень Бэтмена против Супермена, ни больше, ни меньше. А если говорить об аудитории, то я бы советовал смотреть только лицам до 18 лет и фанатам комиксов. На мой взгляд, это реально детская сказочка, ориентированная в основном на девчонок. И, ребят, не надо воспринимать мои слова за оскорбление. Я не отрицаю, что фильм может понравиться и более взрослой аудитории. Это просто мое, хоть тщательно выверенное, но субъективное мнение. Все мы разные и вкус у нас разный. Для меня же это был совершенно необязательный, слабый, развлекательный фильм, который можно посмотреть только отделать нечего и только дома. Ребят, надеюсь, вам понравился обзор. Если да, то не забудьте оценить. Пишите, что сами думаете о фильме в комментарии. И подписывайтесь на мой инстаграм. Туда я публикую свои короткие мнения о премьерах фильмов раньше обзоров. Например, мнения о спасателях Малибу, о чудо-женщине. Там с четверга уже висят. Так что подписывайтесь. И до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok